Отопительный сезон в городе Наринмаре проходит в штатном режиме, в том числе благодаря программе модернизации объектов муниципального предприятия объединенных котельных и тепловых сетей. Первоочередные мероприятия, программы и подготовку к следующему отопительному сезону обсудили на выездном совещании. Глава региона, мэр Наринмара и руководитель предприятия. Первый адрес в повестке выездного совещания улица Пионерская, котельная Покетес номер 2. Это одна из новых котельных предприятий, введена в эксплуатацию в 2014 году. До этого многие годы имела статус долгостроя. За долгострой в 2013 году взялось само предприятие, обеспечив строительство и оснащение оборудованием за счет собственных средств. Котельная автоматизированная, то есть работает без операторов. Показатели системы жизнеобеспечения объекта поступают на пульт единой диспетчерской службы. Также имеется резервный источник электропитания, дизель-генератор, емкость запаса воды. И еще очень примечательная эта котельная. Эта котельная, значит, мощность ее 12,6 гкал в час. На сегодняшний день мощности котельной номер 2, которая дает тепло в дома микрорайона Южный, задействована на 50%. Смотрите, у нас сейчас здесь 4 дома. Вот раз, два. Там, да, то есть это 4 дома. Дома расселенные уже. Да, это уже сейчас под снос. Смотрите, какой огромный квартал здесь под застройку. С избытком мощности, наличием воды. Район, где расселено достаточно много ветхих домов, действительно привлекателен для комплексной застройки. Котельная номер 2 в состоянии обеспечить тепло во вновь построенных жилых домах. В микрорайоне развита инженерная и социальная инфраструктура. Школа номер 3, детский сад, магазины. Рядом лыжероллерная трасса. Налажено автобусное сообщение. Котельная номер 2 закольцована с двумя другими котельными. Номер 17 в микрорайоне авиаторов и номер 9, который обслуживает больничный городок. В случае аварии на них возьмет всю нагрузку на себя. В настоящее время Остро нуждается в модернизации. Котельная номер 13 на лесозаводе и номер 14 в Хариверской, где сейчас уже идут работы. Также в ходе выездного совещания обсудили необходимость строительства нового здания для 9-й котельной, подающей тепло в корпусы Ненинской окружной больницы. Это тоже довольно старая котельная. Ее надо менять на новую, современную. Более того, включать, закольцовывать ее, чтобы она была включена в систему теплоснабжения. И есть мысли поставить совершенно новую котельную, а здание, в которой находятся сегодня котлы, использовать по другому назначению, и оно там совершенно очевидно напрашивается. Всего в хозяйстве ПОКИТС 28 котельных, 20 из которых автоматизированы. У нас есть план модернизации котельных на предприятии. Он разработан, обновляется ежегодно. Требуется не только модернизация старых котельных, но и замена оборудования, срок эксплуатации которого подходит к концу. И вот в этом году по программе подготовки к зиме мы уже провели торги и на покупку трех котлов. Будем два котла менять на котельный номер 23. Это жилой дом Ленина 23А. Да, Титаник. Вот там заменим два котла, потому что, как правило, срок службы котлов лет 15. Лет 15. Потом мы проводим экспертизу промышленной безопасности, и эксперты выдают заключение, пригодны эти котлы к работе или нет, можно ли их отремонтировать. Если пригодны, мы ремонтируем. Если невозможно, то производим покупку котлов и замену. И один котел мы будем на котельный номер 9 менять. Это в рамках УЗП. Это получается капитальный ремонт. В настоящее время на котельной Покетес номер 14 в Кариверской работы по техническому перевооружению выполнены на 60%. Котельная обслуживает все жилые дома в микрорайоне, а также подает тепло в социальные объекты. Школа номер 5, детские сады, дворец Порта Норд. Котельная работает на полную мощность и должна соответствовать современным реалиям. Поэтому мы где-то в рамках УЗП, где-то своими средствами заменили теплообменники. Также полностью выполнены работы по электроснабжению котельной. Следующий этап – строительство модульного сооружения под котлы. Планируем поставить 4 новых котла. Оно будет находиться вот на этой территории, земельный участок выделен уже, и проект проходит экспертизу. Подводя итоги выездного совещания, глава региона Юрий Бездудный отметил. У нас отопительный сезон длится 9, а порой даже 10 месяцев. То есть мы живем за полярным кругом, и для нас очень важно, чтобы мы прошли зиму нормально, безаварийно. Мы сегодня совместно с мэром города и руководителем предприятия посмотрели две котельные. Одна из них, котельная, прошла полностью реконструкцию и работает пока не на полную мощность, но она полностью автоматизирована. И что самое важное, благодаря автоматизации удалось даже понизить тариф для потребителя. И посмотрели котельную только что, которая проходит эту реконструкцию. Мы понимаем, что здесь довольно много потребителей, и также важно перевести ее на автоматический режим, и тем самым еще и понизить тариф для жителей.